Всем привет и приветствую всех на самый добрый и самый адекватный канал на платформе YouTube. Сразу прожимаем лайк, дизлайк и подписываемся на канал, если все еще не подписаны. И да, не забываем про комментарии. Ваши комментарии, наши мотивации. С вами Борз и мы начинаем. Итак, друзья, сегодняшняя рубрика у нас будет Баг с пещерами. Как застраивать пещеры. Точнее говоря, какие пещеры можно застраивать. По ходу ролика я буду оставлять координаты, какие пещеры можно застраивать. А те пещеры, которые нельзя застраивать, не будут в данном рубрике. Итак, первая пещера у нас находится по координатам X2974, Y5779. Дорогие друзья, участники, подписчики, а также и гейтеры, объявляю конкурс на самый лучший дискорд канал. Победитель получит от меня батл пасс и 100 рублей на киви кошелек. Условия таковы. Вы должны быть подписаны на канал Борз Геймс. Должен быть врублен колокольчик. В дискорд канале должны быть настроены боты. Должны быть подписаны правила в каждом разделе. Минимум 10 голосовых каналов разного типа. Пришедший может выбрать одну из пяти ролей, которые могут выбрать автоматически. В канале должны быть игровые боты. Каждая роль должна быть настроена с соответствием названии роли. Должны быть скрытые каналы, которые можно получить, получив определенную роль. И 10. При входе на канал все каналы должны быть скрыты, пока не проведут верификации с администрацией. И админ должен выдать роль, чтобы увидеть остальные каналы. Для примера я оставил ссылку в своем дискорд канале. Можете перейти по ссылке в описании. И да, забыл совсем упомянуть самое главное. На канале должны быть анимации, если у вас есть нитро. Те, кто будут делать канал с анимацией, есть шанс на победу. Ну а если мне понравится ваш сервер, и я буду полностью удовлетворен этим, то вы сверху получаете бонус 100 рублей и нитро от меня. Я думаю, что это хороший подарок вам от меня на Новый год. Список победителей будет объявлен 30 декабря. Следите за новостями. Итак, давайте проверим сейчас, можно ли строиться здесь. Такс. Да, можно. Так, давайте поставим просто пару буферок. И пойдем дальше уже делать все, что надо. Такс, получается все нормально, все хорошо. Итак, мы себе примерно заготовочку сделали. Если вдруг что, если нам будут кто-то мешать из игроков. Так, смотрите. В этой пещере вы можете просто поставить печки. Такс, посмотрите. Вот. Просто можете поставить печки, и... Это будет типа ваша нычка. Например, в первый день вайпа вы можете просто так же, как я поставил, поставить буферку, одну дверь, и закатать его в МОК. То есть, вы вообще не будете практически ресурсов тратить. К примеру, Одна буферка, и одна дверь, чтобы закатать в камень, вам нужно просто 600 камня. А чтобы железо, 400 железо надо, а чтобы МОК уже 60. То есть, вас не смогут никоим образом в первый день зарядить. И вы можете себе свободно плавить все, что надо. Вам не надо сделать именно так, как я сделал. Смотрите, я, к примеру, застраивал его вот так, чисто для своего удовольствия. Ну, а вы просто можете сделать вот таким образом. Поставили одну буферку, так, вторую. И сбоку мы закроем это все, и все. Потом можете потихоньку переносить свой лот. И все на этом. Так, давайте посмотрим. И так, делайте так же, как я показываю на данном видео. Сначала ставьте полустенку вот здесь. И только потом поставьте треугольный буферку. А затем мы будем закрывать все это с полустенками. Так, поставим полустенки. И поставим сверху еще и потолок. Так, у нас не получается еще полустенку ставить. Тогда поставим потолок. И закроем его магическим путем. Давайте тогда целая стена не ставится. Давайте сюда стенку поставим. А затем посмотрим еще. Так, получилось. И сверху закроем потолком треугольным. Так, а здесь у нас не получается поставить треугольный потолок или квадратный. Потому что она уже в текстуру идет на пещеру. Мы можем его обойти другим путем тогда. Так, ставим полустенку. Стенку. И затем сверху потолок треугольный. И так. Все нормально вроде бы. Но мы не можем ставить квадратный потолок. Давайте поставим дверь. Дверь. Так, что-то дверь у нас не ставится. Ладно. Поступим вот так. Раз, два, три. Вот. И теперь сверху мы пойдем поставим потолок. То, что мы не смогли закрыть. Так, здесь поставим. И посмотрим снаружи. Можно ли пройти через эту текстуру. Так, с первой вот это проверяем. Здесь нельзя ни подняться. Ни провалиться сквозь текстуру. Тогда идем еще выше. И посмотрим отсюда. Можно ли пролезть эту текстуру. Так, спички мы видим. Но в текстуру что-то мы не можем упасть. Внутрь пещеры. Так, сележим тоже не получается никак. Таким образом. Мы закроем. Еще одной буферкой. Стенки. То есть у нас будет два потолка здесь уже. Так, давайте поставим. И посмотрим. Все получается. Так, все это дело мы закроем сейчас буферами. Полустенками. То есть. Сломаем подголовки. Выдем отсюда. Ну а таким образом можно застроить пещеру. Вы можете, к примеру, один день продержаться в этой пещере. И просто на изи сохранять свой фарм, свой лут. Поставить себе ящики. И потом уже до второй или третий день вайпа. Можете свободно перенесить все, что вы исправили. К примеру, будь это железо или мака, или серо. Просто будете переносить свою основную хату. Итак. Смотрю, она у нас вот так выглядит. Мы вот так поставили верстак, шкаф, сундуки. Сейчас мы где-то тоже поставим. Вот так у нас выглядят печки. Давайте снаружи посмотрим. Снаружи вот так вот. Ну а честно говоря, чисто для прикола, сделал это все. Я там испытывал. Я там испытывал. Смотрел как можно, что и как, чтобы полностью закрыть эту... Спасибо всем за просмотр. Вторую часть данной рубрики вы можете уже посмотреть завтра. Всем добра. Всем пока. С вами был Борз.